Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Итальянский наизнанку. Сегодня у меня в гостях Дина, наша кошечка, и мы с вами поговорим о выражениях с глаголом metre, которые мы можем перевести как klaist, а также он входит в состав тех выражений, которые итальянцы используют как крылатые, например, выражения или какие-то устойчивые фразы. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть это видео. Выражение metre al mondo, что буквально положить в мир или на мир. Если не буквально, это значит что-то воспроизвести, что-то породить, что-то родить, что-то создать. Например, metre al mondo un figlio è una grande responsabilità. Родить ребенка – это большая ответственность. Следующее выражение – это выражение metre al mondo. Буквально переводим как «сделать что-то голым». Значение такое «говорить открыто, прозрачно или прояснить какой-то вопрос». Это выражение больше используется в книгах, а не в разговорной речи, но тем не менее его полезно знать. Например, voglio mettere al mondo questa situazione. То есть, voglio chiarire questa situazione. Я хочу прояснить эту ситуацию, я хочу разобраться в этой ситуации. В отличие от предыдущего выражения, это выражение, наоборот, очень часто можно услышать от итальянцев. И звучит оно так. Это значит, что вы начинаете что-то применять на практике и практикуете. Например, Я должен или я должна практиковать или попробовать то, что ты мне посоветовал. Следующее выражение, это mettere il dito nella piaga, что соответствует русскому выражению «сыпать соль на рану». Например, И другое выражение, которое также похоже на русское, это То есть, как мы говорим, «палкой в колеса вставлять», то есть кому-то мешать. Следующее выражение, это mettere a frutto, буквально «класс на фрукт». Используем тогда, когда хотим сказать, что мы что-то применили или чем-то воспользовались. Например, Во время каникул я воспользовалась своими знаниями французского. Выражение По-русски мы бы сказали «прижать», наверное, «заставить кого-то». Например, Я его заставила. Я его прижала к стенке и заставила что-то делать. Например, Я прижала к стенке и заставила проводить меня на вечеринку. И последнее выражение Что означает «успокоиться» и, как бы, махнуть рукой. Например, Я уже сейчас поняла, что ту работу я не получил, поэтому я успокоилась и махнула на это рукой. Это были основные выражения, которые итальянцы используют в своей речи, в которых есть глагол «метре». Если у вас какое-то выражение, которое вы не знаете, например, и видите, что там есть глагол «метре» и какое-то существительное рядом или предлог, знайте, что оно может переводиться не буквально, а это какое-то устойчивое выражение. Спасибо, что были со мной до конца. Надеюсь, вам это видео понравилось. А если оно вам понравилось, не забудьте оставить мне ваш лайк. Также оставляйте ваши комментарии под этим видео, если вы хотите видеть подобные подборки на моем канале. Или если у вас есть ваши предложения, или есть какая-то тема, на которой вы хотели бы увидеть следующий видеоразбор, не забывайте все это оставлять в комментариях. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в следующих видеоразборах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok